В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Запахло жареным. Таинственный поджигатель машин, наконец, задержан. Вооруженный и опасный в Рязани с поличным поймана банда охотников на состоятельных коммерсантов. Награда за синюю розу. Кто и почему оставлял необычный цветок на местах преступлений? Смотрите в постоянной рубрике. Поджигатель автомобилей, заставивший изрядно понервничать автолюбителей и горожан, наконец пойман. Напомню, в ряде случаев на месте происшествия были обнаружены легко воспламеняющиеся жидкости и машины явно предварительно вскрывали. Что это за странная такая любовь к пиротехнике мучает молодого человека, теперь будут выяснять с помощью психолого-психиатрического исследования. 18-летний юноша и раньше попадал в поле зрения стражей порядка за поджоги, а в этот раз успел подпалить сразу несколько автомобилей. А машины-то зачем поджигал? Чтобы железо там разное снять, металл, проводку медную, может запчасти какие. А много машин поджигал? Пять. А где? Четыре в песочне и одну на солнечной. Кажется, молодой человек не совсем понимает серьезность своих действий. С широкой улыбкой он поясняет, что автовладельцев лично не знал и думал, что они давно отказались от остатков своих железных коней. А вот вообще как ты их выбирал-то? Да просто, автохлам стоит ржавый, со стеклами побитыми, там двери открыты. Опять же загадка, для чего поджигал, но ее решать уже следствию. Вряд ли три товарища, вооруженные до зубов, рассчитывали стать героями криминальной хроники. По их плану они должны были проникнуть в квартиру, вынести все ценное, а в идеале еще и напасть на рязанского коммерсанта, хозяина жилища. Но кто-то сдал дельцов правоохранительным органам еще до преступления. В квартире потенциальной жертвы полицейские устроили засаду. Незваных гостей ожидали бойцы СОБР и оперативники управления уголовного розыска. Давай, расскажи, что случилось на самом деле-то? Да нет, что мне, жить надоело просто. Тебе жить надоело? Ну да. А что же тебя так на это сподвинует? Причины, значит, какие-то должны быть. Да тут много причин. Тут просто надо сесть и разговаривать. Казалось, налетчики предусмотрели все, но от неожиданности пройти у злоумышленников заметно поубавилось. В качестве будущих потерпевших избирались наиболее богатые жители города Рязани в ходе проведенных оперативно-ростных мероприятий. В момент совершения преступления данные лица были застигнуты с поличным. У них было изъято огнестрельное оружие, граната – холодное оружие. А это тут обрез чей? Мой. Не твой? Мой. Твой? Да. А ты его сам изготавливал? Нет, это не. Это знакомый один оставил. Знакомый делал. А вот граната? Ну все от него. А? Ну это его все. А откуда оно вообще? Ну не знаю. Арсенал задержанных и правда впечатляет. Радиостанции, маски, электрошокер и даже наган 44-го года. Все это хранилось под шкафами и в ящиках прямо в квартире одного из подозреваемых. В настоящее время все трое взяты под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Есть информация, что они планировали навестить еще нескольких рязанских коммерсантов. Как ни странно, но именно осень – горячая пора для сотрудников МЧС. Сообщения о пожарах поступают из всех уголков области – Сасовский, Пронский, Рыбновский, Сараевский районы. Остаться накануне зимы без крова – дело нешуточное. И тем не менее люди не торопятся лишний раз проверить исправность обогревателей, печей, котлов и других отопительных приборов. В поселке Заря и селе Мордова Сараевского района, к сожалению, погибли хозяева домов. Там, где контроля нет вовсе в нежилых заброшенных постройках, речи о безопасности и вовсе быть не может. Это кадры пожара в нежилом доме на улице Затинной. Такие объекты хуже пороховой бочки для местных жителей. Никогда не знаешь, кто поселится и чем это закончится. Несколько дней назад огонь ликвидировали на крупном складе стройматериалов в Рязани. Тогда пострадал магазин «Апельсин». И, разумеется, никто не предполагал, что вскоре придется снова подсчитывать убытки. На этот раз загорелся еще один склад стройматериалов на 197-м километре окружной дороги. ЧП получило третий номер сложности. Пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров и не допустить угрозу распространения огня на соседние строения. В Тушене принимали участие 18 пожарных автомобилей. Кто бы предположил, что уже на следующий день придется эвакуировать 120 человек из торгового центра «Лань» на улице Фирсова. Огонь возник около 12 часов дня в воскресенье. Понятно, что всегда есть люди, которые заинтересованы в определенной версии возникновения пожара. Детали еще предстоит выяснить. В Криминалистике каких только случаев не бывает. Случается, что катализатором для серии жестоких преступлений становится обыкновенная мода. В конце 60-х годов девушки Советского Союза уже не стеснялись появляться на улицах в мини-юбках. Считается, что мини-юбка создана английским модельером-дизайнером Мари Куант как раз в 60-х годах. Иногда ее появление связывают с именем французского модельера. Росту популярности этого предмета одежды способствовало появлению английской модели Джин Шримптон в коротком платье во время скачек в Мельбурне, которое произвело сенсацию. Хотя, по словам самого Шримпта, короткая длина юбки объяснялась тем, что у дизайнера не хватило материала. Вскоре повсеместно появились юбки, едва прикрывающие интимные части тела. Примерно в это же время в Советском Союзе заговорили о появлении внуковского маньяка. Преступнику удавалось никем не замеченным знакомиться с красивыми женщинами, уводить их в сторону от аэропорта, жестоко убивать, а на месте преступления оставать свою визитную карточку – синюю розу. Было слышно несколько убийц женщин в районе внуково. Обычная ситуация – зал ожидания. Девушка, которая, видимо, летит одна, просит присмотреть за ее чемоданом и отлучается на несколько минут. Но она так и не возвращается. Дальше практически одновременно случайные прохожие находят труп молодой девушки в ближайших кустах, а задаченный пассажир несет чужой багаж в дежурную часть. Все сходится. Эксперты установили – несчастную девушку изнасиловали, а затем задушили. А рядом с ней небрежно бросили синюю розу. И оказывается, похожее преступление было совершено в этом же районе две недели назад. Когда в чемодане последней жертвы, да еще и надежно спрятанной за подкладкой, следователи обнаружили пачку фотографий, им показалось, что они очень близки к разгадке. Это были свадебные фото. Погибшая девушка в белоснежном платье рядом с любимым. Вот только у жениха на снимке почему-то не было головы. Дело ясное – любовь закончилась, а молодой человек не смог объяснить этого словами. Начали разыскивать близких и друзей. Но удивительное дело – никто из них не знал о состоявшейся свадьбе. История оказалась драматичной, но к убийству она отношений не имела. Погибшая Ирина и ее жених Олег действительно собирались пожениться. Но накануне свадьбы девушку буквально выставили за порог. А вскоре она узнала, что ни одна такая несостоявшаяся невеста. Обиженная и расстроенная, она придумала план. Узнала адрес очередной пассии и отправилась к ней, прихватив пачку фальшивых фотографий. Вот только в самый пикантный момент подвел клей, у жениха на ход отвалилась голова. Но и эта затея сработала. Альконца вывели на чистую воду. В этот день именно Олега видели с погибшей в аэропорту. Но молодой человек уверял, он только поговорил с Ириной и не знает, что с ней случилось дальше. Затем в районе того же аэропорта погибла Ольга. Девушка носила ребенка и собиралась навестить мужа военного. И снова рядом с телом необычный цветок. И это казалось фантастикой. За розу синего цвета бельгийцами была объявлена премия в 500 тысяч франков. Но ответ дали не селекционеры, а химики. Оказалось, что для результата достаточно поставить обычный белый цветок в банку с добавленными чернилами. Никто тогда не мог предположить, что здесь орудует как маньяк молодой парень. Потом он поехал в другие регионы, был в Латвии, там совершил убийство. Маньяк успел отметиться в Ставрополье и на Кавказе. Территория огромной страны тогда насчитывала 15 республик. И никто не знал, куда он отправится в следующий раз. А поскольку он жил везде нелегально, то, конечно, установить и разыскать его было довольно сложно. Но рано или поздно маньяки совершают обычно то, что следователь называет ошибкой. Точнее их было несколько. В спешке он уже не заботился о свидетелях и последствиях. Одной из жертв удалось выжить. Она запомнила мучителя. Она дала показания, примерно обрисовала его черты, был составлен фоторобот. А кроме того, в одном из городов он убил женщину на незавершенной стройке. И когда выходил после изнасилования, убийства, с места происшествия, то случайно его увидел один парень. Было как минимум странно видеть молодого человека на замороженной стройке с голым торсом. Внизу на пояснице свидетель разглядел очень говорящую татуировку. В России татуировку розы трактуют как цветок рая, благодаря совершенству, красоте и благоуханию. Либо как символ мученичества из-за ее острых шипов. Синяя роза говорит об уникальности, неординарности и неприятии стандартов ее хозяина. Это в обычной жизни. На зоне все с точностью до наоборот. Синие розы на пояснице помечают касту обиженных. Выяснилось, что настоящему убийце всего 19 лет. Звали его Юрий Раевский. Родился он в Пензе, там же поступил в ПТУ. И казалось, был очень перспективным молодым человеком. И активист, и комсорг. А потому все вдвойне удивились, когда он решил напасть на свою, надо сказать, уже не молоденькую соседку. Женщина осталась жива, а Раевского отовсюду исключили и отправили на зону. Что там происходит с насильниками, рассказывать не нужно. Бывший комсорг не выдержал и умудрился сбежать. Во всех своих бедах он винил женщин. Отсюда и особая жестокость. Но, к счастью для следователей, преступник оказался к тому же и алчным. В Харкове со своей последней жертвой он снял дорогое демисезонное пальто. Где-то через несколько часов после убийства он появился на Харьковском вокзале. А к этому времени труп женщины, это и был уже обнаружен, установили личность. И муж, когда прибыл, он сказал, что вот женщина похищена вот такое пальто. Обрисовал его все. Раевский, не имея ни одного документа на руках, без труда снова купил билет на поезд. Но перед отъездом решил подзаработать прямо на вокзале. Предлагал прохожим то самое пальто. Там такая ситуация. Харьковский вокзал. И как раз прямо возле Харьковского вокзала находится крупный линейный отдел милиции. Это отдел транспортной милиции на железной дороге, которая не только Харьков обслуживает, а лишь лежащие вот эти территории. Форцовщик, утюг, бомбила, форца, маклак, деловар, штальман. Это лишь несколько словечек, которыми называют спекулянтов. За то, что сегодня принято считать коммерцией, раньше давали статью. Здесь разных стран обноски есть, а-ля Нью-Йорк, а-ля Париж. Таким, как он плевать на честь, когда предвидится барыш. У него биджак, зеленый галстук, яблоновый цвет, голубые панталоны, желтый в крапинку, в желез. Как спекулянта Раевского и задержал патруль прямо на Харьковском вокзале. Один из сотрудников машинально взглянул на сводки и не поверил глазам. Внуковский маньяк, наконец, был пойман. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Сегодня, если вы стали участником или свидетелем спорных событий, обращайтесь в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. Будем разбираться вместе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...